В данном видео речь пойдет о бывшем короле Саудовской Аравии Абдалле им. Абдул-Азиз Аль-Саудзи, который являлся сыном первого короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза. Чем же запомнился данный монарх? А тем, что придя к власти Абдалла им. Абдул-Азиз Аль-Саудзи завоевал репутацию реформатора в своей стране. Он стал первым саудовским монархом, который посетил Папу Римского Ватикана. Хочется также отметить, что Абдалла считался не только одним из самых богатейших людей в мире, но и умел красиво тратить деньги. У него были дворцы в разных странах мира, по которым он передвигался на гольф-каре, двухэтажные самолеты и несколько яхт размером с круизный лайнер. Он арендовал целые отели и острова на Мальдивах. И он очень любил женщин. Король 30 раз был женат. Однако справедливости ради надо отметить, что он имел сразу по несколько жен, но никогда их не было более четырех сразу, ибо большее количество жен запрещает иметь Коран. Встречая новую пассию, любвеобильный монарх разводился, некоторые из его жен просто умирали. Среди жен короля имелись сирийки, марокканки, палестинки. Кроме того, Абдалла был многодетным отцом. У него было 35 детей, 15 сыновей и 20 дочерей. Последний раз Абдалла стала отцом 79 лет. В его семье родился мальчик по имени Бады. Свободно от государственных дел время король проводил на соколиной охоте, любил скачки на верблюдах, разводил породистых скакунов и путешествовал. А путешествовал Абдалла с поистине королевским размахом. Помимо обычных чемоданов с вещами, в багаж входили эскалаторы, автомобили, среди которых Ягуар, БМВ, Мерседес Бенц, вертолеты и даже мебель, среди которых всегда были и кровати короля. Хочу также напомнить, что правящей семье Саудовской Аравии принадлежат шикарные яхты, считающиеся самыми большими в мире, дворцы и шато по всему миру. В самой Саудовской Аравии у Абдаллы было семь дворцов. Официальная резиденция главы государства Аль-Ямама. В этом здании, выполненном в традиционно восточном стиле, размещался офис монарха. В Европе у королевской семьи также есть роскошная недвижимость. Французский замок Людовика XIV считается одним из самых дорогих домов в мире. Внешне эта резиденция напоминает Версальский дворец. В украшенном фресками и позолотой дворце есть кинотеатр, бассейн, пруд с рыбками. Вокруг резиденции разбит красивый парк, в центре которого стоит статуя французского монарха Людовика XIV. Хочу также заметить, что членом королевской семьи, в которую входили свыше 7 тысяч принцев и принцесс, Абдалла запретил пользоваться государственной казной, а также заменил традиционное целование рук монарха более привычным рукопожатием. Король Абдалла умер в 2015 году в одной из больниц Эр-Рияда в возрасте 90 лет. А вам спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал Цвет настроения и до новых встреч!